Спасибо большое. Коллеги, можете, я традиционно всегда говорю, что можете в любой момент включать камеры, задавать вопросы голосом, писать чат, я периодически буду возвращаться к чату. Сегодняшняя тема – это рентгеновские исследования. Я хотел бы поговорить с вами о базисных вещах, без которых невозможен ни один рентгенологический центр. Этот доклад вообще был изначально составлен для одной клиники, частной клиники из бывшего СНГ, которые хотели реализовать проект малологического центра. Я его немножечко модифицировал для нашего вебинара и расскажу вам о том, без чего невозможно себе представить современную диагностическую клинику, клиника, которая занимается мамологией или мамографией. И в первую очередь мы с вами поговорим про рентгеновские методы диагностики, потому что у нас с вами упор и в нашем тренажере. Вообще мы говорим о мамографии как методе ранней диагностики рака молочной железы, поэтому будем с вами сегодня говорить больше про мамографию, про модификацию мамографии и также про методы биопсии. Я хочу только спросить, у меня мой экран хорошо виден или же нужно что-то… Все нормально, да? Все отлично. Отлично. Да, то есть без чего нам не обойтись в мамологическом центре. Мы еще раз поговорим с вами о спектре диагностики мамологии, сложности, да? То есть мы знаем, что не без этого у нас не всегда все гладко, и мамография – это, конечно, золотой стандарт, да? Но даже на золоте есть пятна, поэтому и плотная грудь является проблемой, и оценка микрокальцификатов – это действительно сильная сторона мамографии, двойное чтение, обязательно об этом поговорим. Посмотрим примеры кейса, посмотрим нашу программу. Может быть, кто-то еще смотрит наш вебинар и не знает о том, что существует тренажер для мамологов, на котором мы прокачиваем мамологическую мышцу. А те, кто знает, еще раз, может быть, повторят и подтвердят, что действительно таки да, прокачивается. И, конечно же, наша дискуссия, обязательно этим закончим с вами. Ну, первое, о чем хочется сказать, это с чего начинается любая диагностика. То есть приходят женщины, понятно, что мы проводим анкетирование, собираем анамнез, после этого уже мы планируем нашу диагностику. И, как правило, это начинается все с клинического осмотра, с пальпации. Далее мы проводим мамографию. Мамография всегда проводится, я думаю, что тут тоже не открою вам Америку, что она проводится всегда в двух проекциях, крайне украдальная и медиалатеральная косая проекция. Конечно же, качество снимков должно быть, соответственно, хорошо оценено врачом, да, потому что с этого начинается вся диагностика. Мы с вами знаем, что при низком качестве мамографических снимков и снижается наша чувствительность и специфичность. Опять же, возвращаясь к этому вопросу, я хотел бы, наверное, в будущем подготовить большой доклад тоже по ошибкам в мамографических исследованиях, потому что это залог и нашего с вами правильной интерпретации. Также мы применяем специальные методы диагностики, кроме мамографии. Это томосинтез, который на сегодняшний день является, ну, скажем так, не первым, но уже, наверное, и не вторым методом, а он где-то потихонечку сравнивается с мамографией по качеству снимков, по выявляемости карцином, и даже в некоторых случаях, по некоторым исследованиям он лучше, а в частности, для определения размера образования, особенно образования с нарушением архитектоники томосинтез при плотности груди 2 и 3, даже в некоторых случаях, и лучше мамографии. Но это, так сказать, все равно остается пока еще дополнительным методом, не все клиники могут обеспечить или предоставить томосинтез пока, поэтому остановимся на мамографии. И, конечно же, УЗИ, да, то есть мы знаем, что УЗИ – это обязательный дополнительный метод при куративной диагностике, да, то есть если мы с вами находимся на приеме, и к нам приходит женщина, мы после мамографии, как правило, проводим УЗИ. Я не провожу УЗИ только в случае, если у нас плотность груди 1. Я могу не провести УЗИ, и критики мне скажут, что… А как же оценка лимфоузлов, прошу прощения, и так далее. Я с вами соглашусь, но на практике действительно, если мы в молочной железе не видим никаких изменений, то я не ожидаю в акселлярной области тоже змей. Но это только в виде исключения, если плотность молочной железы 1, и если женщина действительно не желает и нет дополнительных показаний для проведения УЗИ. А также в хорошем диагностическом и мамологическом центре должно быть МРТ. Я думаю, что тоже для вас не секрет, что есть оккультные карциномы, есть необходимость дообследования, особенно при обнаружении рака молочной железы, особенно если это лобулярная форма, да, то есть нам необходимо посмотреть распространение процесса. Опять же, возвращаясь к хирургам, они хотят перед операцией знать, насколько большой объем образования. И не всегда мы можем это увидеть на мамографии, не всегда нам помогает УЗИ, и в этом случае, конечно же, МРТ является очень хорошим дополнительным стандартом. Если же в центре нет возможности провести МРТ молочной железы, то заключается договор с центром, который находится где-то поблизости, и тогда можно совместно проводить работу. Вот эти вот основные вещи, да, то есть если у нас есть мамограф, если у нас есть возможность томосинтеза, если у нас хороший УЗИ с датчиком, желательно 15-18 МГц, и если у нас есть кооперация с центром МРТ, то, в общем-то, базис у нас уже есть. Кроме диагностики мамографии УЗИ и МРТ, конечно же, нам нужна биопсия. Конечно же, мы с вами выявляем какие-то изменения. Мы с вами выставляем определенную категорию, да, то есть мы не можем выставить диагноз, да, то есть у нас в заключении, кстати, вот на нашем курсе мы разбираем правильное заключение, и мы даем вам шаблоны, мы дадим вам шаблоны в конце курса по заключениям, и там обязательно указывается не диагноз в конце, а заключение, да, это очень важно, потому что диагноз выставляется, как мы с вами знаем, при помощи биопсии, и уже корреляция как раз-таки гистологического и маммографического или УЗИ диагностического диагностики, вот эта корреляция и является окончательным диагнозом, да. Но мы с вами выставляем категорию от 0 до 6, вот у нас по категориям мы планируем сделать разбор уже в следующем, на следующем нашем курсе, у нас будет такой небольшой базис-курс для тех, кто хотел бы действительно войти в диагностику, и там мы будем более подробно рассказывать про категорию, про плотность железы, про какие-то азы, вот. Но после выставления категории мы уже знаем, мы говорим с вами на одном языке, неважно вы находитесь во Владивостоке или вы находитесь в Москве, в Гамбурге, в Австралии, в Канаде, в Нью-Йорке, мы все маммологи говорим на одном языке. Если я выставляю категорию Bayrats 2, то любой из вас понимает, что это доброкачественное образование, не требует дополнительной верификации, не требует наблюдения, а мы как бы договорились, что это доброкачественное образование. Или если кто-то выставляет категорию 4 или 5, то я уже понимаю, о чем идет речь. И, конечно, в этих случаях, если у нас категория 4 или 5, а в некоторых случаях 3, мы проводим биопсию. Чуть позже про категорию 3 я тоже скажу два слова. Но это УЗИ-навигированная биопсия, это самая частая метода дообследования. Мы должны иметь возможность провести маркировку, потому что хирурги и химиотерапевты, которые нас сейчас слушают, они знают, что это необходимо, особенно при проведении неодювантной терапии. Мы знаем, что в 70% случаев при современных методах лечения неодюванты опухоль полностью исчезает, поэтому необходимо провести маркировку при помощи УЗИ. Также нам необходим стереотаксис. Мы знаем, что современный центр без дообследования кальцификатов тоже не может на сегодняшний день быть полноценным, потому что в 20% случаях мы находим изменения, которые связаны с микрокальцификатами. Это достаточно сложная тема. И опять же, возвращаясь к нашему тренажеру, у нас следующий курс, который будет в феврале и в январе-феврале планируется старт. Очень многие, те, кто прошли уже первые два курса, у нас просят, чтобы мы уделили внимание микрокальцификатам, и я обязательно сделаю упор на микрокальцификаты. Поэтому стереотаксис – это один из основных инструментов для дообследования, для биопсии и для маркировки опухоли также микрочипом. МРТ-навигированная вакуумная биопсия очень хорошо это имеет. Не всегда это есть, не во всех центрах это есть, но это тоже метод дообследования. Если у нас действительно оккультная карцинома, если у нас изменения, мы не можем четко визуализировать на других методах обследования, мы проводим МРТ-навигированную вакуумную биопсию и также проводим маркировку. Я здесь не сказал еще по маммографии с контрастом. Я знаю, что часто в России, в Украине, в Казахстане применяется этот метод. Очень хороший тоже метод, замечательный. Если он есть, в какой-то степени он может заменить и МРТ. Можно тоже этим методом хорошо пользоваться. Маммография, кому она делает, мы знаем. Женщинам 40 лет при клинических симптомах назначаем. То есть, если боли, если какие-то изменения кожных покровов, если выделение и так далее. То есть, любые клинические симптомы. Женщинам 40 лет показана маммография в двух проекциях. Женщинам до 40 лет, внимание, при подозрении на рак показана маммография. То есть, не просто, если есть какие-то уплотнения, изменения. И мы можем провести для начала УЗИ. Не обязательно женщинам 30 лет делать все маммографии. Это очень часто вижу. Я об этом говорю, что не делаем мы маммографию женщинам младше 40 лет без подозрения на рак. Первым методом исследования здесь является УЗИ. Далее, когда еще маммография показана? Я вернусь к чату. Я смотрю, у нас есть пару вопросов здесь. Сергей, искусственник. А, да, это у нас уже было. Вот так. Так, про ини и ледяной дождь я пока пропущу. Вот. Я прочитаю. Как часто к вам обращают за вторым мнением пациентки с маммографией из других центров? Доверяйте пристальной маммографии или выполняйте свои? Что вы имеете в виду маммография с контрастом? Нутриверная кострина или дуктография? Да, кстати, дуктографию тоже можно назвать. Мы ее очень редко применяем. Очень редко. То есть, если есть выделение соска, мы делаем мазок на стекло и отправляем нашим цитологам на наличие или отсутствие популярных клеток. Маммография с контрастом, да, я имею в виду внутривенное ведение контраста. А маммографии, да, я провожу действительно второе мнение. Ко мне обращаются или к нам обращаются с маммографией, с дисками. Мы их абсолютно им доверяем. Если мы видим, что качество маммографии хорошее, мы их не переделываем. Зачем? Сергей, можно? Да, я надеюсь, что я ответил. Если есть соска, да, вы говорите, цитологию берете. А если цитология приходит чистая, ну, без атипичных клеток, какая дальше тактика? Дуктография или как? Редко проводим дуктографию, если нет атипичных клеток. И если выделение меня не смущает, да, мы знаем, что они бывают разные, да, бывают различного… Бурые. Да, если бурые, конечно, на этом успокаиваться нельзя, да, то есть необходимо дообследование. Мы чаще проводим УЗИ, то есть часто что-то находим. Часто что-то находим на УЗИ. Тогда, конечно, проводим биопсию. Если я вижу явную папилому, ну, если я как бы на УЗИ вижу, я чаще всего делаю сразу же биопсию вакуумную. УЗИ навигированы в вакуумную биопсию. Тогда я полностью ее удаляю. Конечно, патологи не всегда счастливы, потому что она в такой вот кашеобразном виде к ним приходит, но зато я полностью ее удалил. Если там нет атипии, то больше ничего делать не нужно. А в каком проценте случаев доктография показывает папилому? Ой, не могу вам сказать. Нет такой статистики. Чаще да или чаще нет? Чаще мы ее не видим, а потом на секторе, например, или при вакуумной биопсии мы ее обнаруживаем. Поскольку мы не проводим практически этого мета-исследования, я вам не могу... Вы проводите доктографию у себя? У меня задают вопросы? Да. Нет, я отправляю на доктоскопию в Киев. Вот я смотрю в чате, написал только что коллега, что тоже доктоскопией занимается. И мне кажется, доктоскопия, она просто более информативна, чем доктография. И есть возможность биопсию взять сразу, ну, кистологическую верификацию. Согласен, согласен. Где-то на минус дороговизна. У нас это стоит 5000 гривен. Это где-то, наверное, 150 евро, если это... А доктография? Доктоскопия. А, доктоскопия. Окей, окей. Ну, да, да. И как часто он находит, да, как по статистике. У нас есть коллега, она чуть постарше. Она очень любит этот метод. Вот. И она всегда проводит его, если видит какие-то изменения. Я лично не провожу. Я делаю... Если меня они не смущают, да, то есть как эти бурые, конечно, там надо бурить дальше и смотреть причину. Но если это обычные такие желтоватые или прозрачные выделения, делаю, как правило, мазок и успокаиваюсь. Если... Или я могу максимум сказать контроль через три недели. Через три месяца, прошу прощения. И тогда еще раз посмотреть на УЗИ. Если маммография чистая, на УЗИ ничего нет. Я не буду дальше делать доктографию. А можно тоже вопрос? Да. Если вы получаете клетки, но не видите образование, дальше что? МРТ. Ну, если это внутрепротоковая папиллома, ее будет видно на МРТ? Да. Конечно. Очень чувствительный. Она там 2-3 миллиметра. МРТ очень чувствительный. Я плохо слышу. Если она будет там сама размерами 2-3 миллиметра, вы увидите ее на МРТ? Ну, 2-3 миллиметра не увижу, но она меня и не смутит. Я сделаю контроль там через полгода УЗИ, например. 2-3 миллиметра я вообще не ожидаю, что я там что-то увижу и какие-то активные действия буду применять. То есть вы оставляете, допустим, вы не нашли никакого патологического субстрата дополнительными методами, и только при сетологии у нас папиллярные клетки. У женщины продолжаются вот кровянистые выделения... Да, тогда, конечно, будем обсуждать метод дуктоскопии. Понятно. Спасибо. То есть мы не можем это просто так оставить. Я хочу сказать, то есть мы должны использовать любой или все возможные методы для того, чтобы исключить рак. Это в первую очередь наша онкологическая настороженность или атипичные папилломы. Так, на чем мы остановились? Про ини мы уже поговорили. Про маммографию понятно, что она назначается с 40 лет при симптомах до 40 лет. Еще раз, друзья, если есть какие-то дополнения или у вас другая практика, я говорю сейчас про немецкие рекомендации. Я знаю, что, может быть, в Украине, в России, в Казахстане у нас немножко они отличаются. Но вот такие вот рекомендации в Германии, поэтому я не претендую здесь на какое-то там суперзнание и вот этому им нужно следовать. Мы говорим, что вот в Германии так, у нас вот такая система. Она может отличаться, и ничего плохого в этом нет. Мы с вами недавно разбирали кейсы на тестовом экзамене. Вы помните, какие у нас были расхождения? То есть я чаще с вами соглашался. То есть мы всегда должны понимать, что все мы люди и все мы можем как-то по-разному смотреть на одни и те же вещи. Но есть какие-то стандарты, о которых мы просто говорим. Далее. При верифицированных карциномах перед началом терапии должна быть проведена маммография. То есть если мы с вами взяли девушку, например, молодую девушку с каким-то уплотнением, провели УЗИ, на УЗИ мы увидели подозрение на рак, сделали биопсию, рак подтвердился, конечно же, нам нужна маммография дополнительно. То есть об этом тоже не нужно забывать. Не нужно сразу же оперировать, не делая маммографию, чтобы потом контролатерально оказалось, что у нас что-то еще или мультицентрично и так далее. То есть обязательно дополняем. И в дополнение к маммографии мы делаем УЗИ с возможностью выполнить биопсию. Это по маммографии. Пример маммография. Я не буду долго вас пытать, что мы здесь видим. Мы видим просто плотную железу. Мы знаем, что у нас достаточно ограничена здесь наша диагностика, к сожалению. Но вот здесь, может быть, уже опытные коллеги видят, что слева у нас в наружных квадратах есть определенное нарушение архитектуры, есть какое-то уплотнение. И, конечно, в этом случае нам необходимо сделать томосинтез, потому что мы знаем, что он более надежно определяет размеры образования в плотной груди, особенно которые связаны с нарушением архитектуры. И в этом случае мы, конечно, в томосинтезе более четко с вами видим изменения. То есть роль томосинтеза, конечно же, мы говорили с вами, что это второй и не последний метод диагностики, может быть, даже уже не второй, а скорее иногда и первый, потому что уже в скрининге он потихонечку начинает применяться, он уже тестируется в течение двух лет в немецкой скрининговой программе, то есть женщине рандомизируется маммография или томосинтез с 2D-реконструкцией. И вот, еще раз возвращаясь к размеру образования, что томосинтез предпочтительнее в определении точных размеров образования, особенно при плотной груди. По микрокальцификатам нет такой значимой разницы, да, в выявлении микрокальцификатов. Томосинтез сравним с обычной маммографией, и по сравнению с компрессионной маммографией томосинтез равнозначен, особенно при плотной груди, да, то есть только он преимущественно примерит при определении точных размеров образования в плотной груди. Если мы видим микрокальцификаты, мы оцениваем их морфологию, более подробно будем говорить об этом в следующем нашем курсе, оцениваем морфологию, оцениваем размеры, оцениваем расположение. И для того, чтобы более детально верифицировать микрокальцификаты, мы, конечно, прибегаем к дигитальному зуму, то есть сейчас практически все применяют уже дигитальные маммографы, я надеюсь. И есть еще вариант увеличения при помощи маммографии. Если честно, то мы все-таки еще чаще прибегаем к увеличению, и дигитальный зум, но есть исследования, которые показывают, что увеличение при помощи маммографии, оно, конечно, обязательно для определения квалификатов, но выявление микрокальцификатов сравнимо, дигитальный зум сравним с увеличением при оптимальной технике. Что это значит? Оптимальная техника, это остается под вопросом, но мы можем также микрокальцификаты не хуже оценивать и дигитальным зумом. Хотя, опять же, я говорю, что мы применяем увеличение. А если есть какие-то комментарии по этому поводу, как применяется у вас, если увидите микрокальцификаты, как вы их дообследуете? Все-таки методом увеличения или просто обычным дигитальным зумом? Если будет желание прокомментировать, расскажите. Вакуумная аспирационная биопсия, то есть микрокальцификаты мы с вами можем каким образом дообследовать? Конечно же, стереотаксис. Конечно же, сейчас новые приборы уже обеспечивают нам и томо синтез, комбинированный с вакуумной аспирационной биопсией. Это уже последнее, последнего поколения прибора. Они более точно определяют локализацию, но неважно, как вы это делаете, при помощи томосинтеза или при помощи обычного классического стереотаксиса, нам всегда необходимо наличие актуальной маммографии. Нам необходимо обязательно дополнительные исследования, специальные проекции, чтобы более четко верифицировать этот микрокальцификат, эту группу микрокальцификатов и выставить четкую классификацию. Мы с вами обязательно поговорим, почему немцы поссорились с американцами в плане Байратс и почему в Германии мы не применяем классификацию Байратс. То есть мы не называем наше изменение Байратс, а мы говорим категорию. Это в частности связано с микрокальцификатами, потому что в последней версии Байратс Атласа 2013 года американцы убрали возможность микрокальцификатов категории 3. У них есть только положительные, доброкачественные кальцификаты и злокачественные. Немцы сказали, не, ребята, давайте мы будем еще все-таки возьмем группу Б3, потому что здесь есть еще моральные аспекты, потому что когда мы коммуницируем с пациентом и мы говорим, что на вашей маммографии мы увидели подозрительные кальцификаты и нам необходимо их дообследовать, мы, как правило, назначаем дату стереотаксиса. То есть мы не проводим его в этот же день, как, например, при УЗИ навигированной биопсии, которую мы можем сразу же провести. Здесь мы назначаем дату. В нашей клинике это вторник и среда, когда мы проводим вакуумную аспирационную биопсию, и пациент ждет неделю. И вот это ожидание, когда я знаю, что у меня категория микрокальцификатов 3, то мне проще подождать неделю. То есть вот эти аспекты тоже учитываются, и поэтому тоже немцы поссорились с американцами. Есть вопрос из чата, я зачитаю. В вашей практике Тома снимал диагноз группированный кальцификатор, подтверждая, что это разный уровень образования? Да, действительно. Андрей, я с вами согласен, это было. Но я не могу сказать, что это было часто. У нас точно помню такой один случай, когда мы при помощи Тома Синтеза все-таки посмотрели, что они находятся в разных квадрантах, и за счет компрессионной мемографии происходит наложение, и картинка совершенно меняется. Действительно, это было. Нельзя этого исключить, поэтому в этом плане, конечно, вы можете поспорить с предыдущей публикацией. Но я могу подписаться, что в некоторых случаях действительно Тома Синтез может снять действительно показания к биопсии. Но это единичный случай, скорее. Обязательно необходим боковой снимок. То есть это не медиалатеральная косая проекция, а четкий боковой снимок, чтобы у нас была точная локализация микрокальцификатов перед стереотаксисом. И вот в данном случае, например, возвращаясь к вопросу предыдущему, когда вы говорили о том, что переделываем ли мы мамографии, если к нам приходят из других центров. В этом случае, если мы назначаем стереотаксис, мы делаем боковой снимок перед стереотаксисом. Это единственное, что мы можем сделать дополнительно. Что важно? Обязательное УЗИ. То есть если вы видите микрокальцификат, делайте УЗИ. Часто на УЗИ мы видим субстрат. То есть мы видим какие-то мягкотканные образования, которые мы можем по УЗИ верифицировать. Но если мы это не видим, мы должны обязательно задокументировать, что мы что-то видим на УЗИ или мы ничего не видим. То есть УЗИ документация обязательно нужна. И вот я вам покажу пример. У нас есть микрокальцификаты. Слева каждый из вас скажет, что они подозрительные. И вы видите, здесь есть определенный мягкотканный компонент, который, конечно же, мы на УЗИ хорошо увидели. И микрокальцификаты мы здесь тоже видим. И поэтому проводится УЗИ навигированная биопсия. И это снижает количество стереотаксиса. То есть это тоже нельзя забывать. Роль увеличения. Когда мы проводим увеличение микрокальцификатов? Конечно же, когда у нас категория 4 или 5. Если мы видим узловые образования меньше 1 сантиметра, мы тоже проводим увеличение. И когда мы видим нарушение архитектуры, тоже для лучшей реализации мы проводим увеличение. Есть исключения. Вот то, о чем я хотел сказать. Если у нас есть категория 3, мы выставляем с вами по маммографии категории 3. Но если мы сталкиваемся с коллективом высокого риска, что это значит? Это значит, что доказаны мутации в семейном анамнезе. Есть большое количество женщин, особенно молодого возраста, по одной линии, у которых был рак молочной железы или рак яичников. Это высокий риск. Коллектив высокого риска – это не женщина, у которой, например, мама была, у которой мамы был рак молочной железы. Да, она находится к высокому риску. Но здесь имеется в виду именно коллектив высокого риска с мутациями. Или же, если мутации не доказаны, но есть потенциально высокий риск. Например, у мамы, сестры мамы, бабушки и, я не знаю, у папы был рак молочной железы, но у пациентки не было найдено мутации. Мы знаем, что есть до 30% неясных мутаций еще. То есть мы что-то находим, но не можем это четко охарактеризовать. И тогда это тоже высокий риск. А также, если у нас есть микрокальцификаты с доброкачественными характеристиками, что такое доброкачественные характеристики? Это когда они мономорфные. Это когда они расположены, скажем так, в небольшой группе, но их не больше четырех, но с тенденцией к увеличению. То есть если у нас два года назад было четыре микрокальцификата, а сегодня их шесть, тогда действительно у категории высокого риска мы проводим также дообследование. Но по микрокальцификатам, я еще раз говорю, что у нас будет более подробный разбор уже на следующем курсе. А пока... Извините, пожалуйста, можно еще вопрос? Да. Если небольшие пальцификаты сгруппированы, ну там, 3 миллиметра диаметром, весь размер... Размер образования, да. Да. Нет, образования нет, только вот пальчиков. Размер микрокальцификаты, группы, да. Да, вот. Их пунктируют, получаем абсолютное там добро, фибро, там ничего особенного. Секунду, я хочу уточнить, пунктируют стереотаксис, имеется в виду. Да, да, да. Но после этого мы видим, что количество микрокальцификатов растет. Значит, во-первых, ну это опять же отдельная тема по микрокальцификатам. Раз вы уже задали вопрос, я немножко расскажу в двух словах, что обязательно, если мы делаем стереотаксис, мы делаем его большим объемом. То есть важность... Мы знаем, что микрокальцификаты – это может быть просто вершина айсберга. И вокруг микрокальцификатов могут быть также изменения с пограничной патологией. То есть это и АДХ, и ФЦХ, то есть это вот категории B3, которые сопровождают кальцификаты доброкачественные. И эти изменения мы тоже должны видеть. И поэтому мы берем не просто группку этих кальцификатов, а максимально берем объем... Кстати, была дискуссия сегодня короткая в одном из чатов о том, что... Я написал, что обязательно мы должны брать стереотаксис иглой не меньше 8 гейдж и 12 проб. То есть если вы это сделали, вы, как говорят немцы, на надежной стороне. То есть вы сделали максимально возможное. Вы обязательно должны скоррелировать, что обязательно важно. Нельзя забывать, на туморборде вы должны представить этот кейс. Вы должны поговорить с патологом. Увидел ли патолог кальцификаты в ваших пробах? А до этого вы еще делаете рентген-снимок ваших проб. И вы тоже видите кальцификаты и отмечаете для патолога, в каких пробах были кальцификаты, в каких не было. Он отдельно оценивает эти снимки. То есть важна коммуникация. Патолог-радиолог на туморборде. Если кальцификаты увеличиваются в динамике, дообследуйте их. А какие еще варианты? Каким образом еще, да, обследовать? Повторно провести трепангиоксию или вакуум? Стериотаксис. Стериотаксис. Хорошо. Стериотаксис. Спасибо. Опять же, это все очень индивидуально. То есть если есть какая-то динамика, значит для нас это определенный звоночек. Здесь не все в порядке. Это могут быть аденозы, это может быть доброкачественный кальцификат. Но мы не можем на этом... Не могут, я вот, суть моего вопроса, не может ли сама биопсия провоцировать появление кальцификатов как травма? Никогда не встречал. Никогда не встречал. В будущем, да, в будущем, конечно, может быть кальцификат рубца и так далее. Но вот прям после биопсии, там, в течение трех месяцев или полгода, или даже года, не знаю, такого не видел. Особенно мы сейчас говорим про микрокальцификаты. Мы говорим не про обызвестление рубца, который является типичным, а мы говорим про подозрительные микрокальцификаты. Такого я не встречал. Может быть, кто-то из коллег меня поправит. Может, в вашей практике было такое после стереотаксиса микрокальцификаты. Я впервые это слышу. Так, я смотрю на время. У нас еще есть время. Надеюсь, что мы успеем посмотреть пару кейсов. У нас стереотаксис проводится на столе Фишера. То есть, женщина лежит, и грудь, она как бы под столом находится в таком специальном отверстии. Также есть upright, так называемые. Я думаю, что чаще, все-таки по статистике, чаще вот эти приборы. И в Германии тоже набирают сейчас обороты. Это стереотаксис в полулежа. То есть, там специальная насадка. У меня опыта нет с таким видом стереотаксиса. Мы делаем в положении лежа. Это более комфортабельно для женщин. Но для этого необходимо, конечно, помещение. То есть, вам нужно преимущество прибора справа, что он не требует большого помещения. И он совмещен с маммографией. Потому что это отдельно. Здесь маммографию делать не можем. Это только для стереотаксиса предназначен стол. Вот у нас вот именно вот такой. Это еще старый прибор. У нас сейчас уже другой. Буквально в прошлом году мы получили. Но тоже фирмы Hologic, кстати, отлично. Планирование вакуумной биопсии. Какую группу микрокальсификатов нам необходимо дообследовать? Если мы с вами видим несколько групп кальсификатов. То есть, нам нужно определиться. И здесь, конечно, опять же важно думать следующий шаг. Что у нас дальше? То есть, какое у нас дальнейшее действие? Ну, обнаружили мы, например, подозрительные кальсификаты. Ну, мы сделали биопсию. Получили диагноз, например, карцином инситу. А следующий этап. Нужно оперировать. Если мы с вами взяли группу, которая, например, находится в достаточном отдалении от какой-то другой группы. И в этом случае необходимо понимать и оценивать следующий этап. Если должна быть операция, что мы должны предоставить нашему хирургу. Итак, мы биопсируем, во-первых, наиболее подозрительную группу. Это понятно. Та, которая покажет нам ожидаемую гистологию. Также с наибольшим объемом микрокальсификатов. Нельзя забывать о хорошем доступе, потому что иногда микрокальсификаты могут находиться в области грудной мышцы или латерально. Тогда, конечно, можно укладывать пациента по-другому. Но проще, конечно, взять те, которые с хорошим оптимальным доступом. При повторной биопсии те микрокальсификаты, которые покажут максимальный размер патологии. То есть, если мы с вами получаем на первой биопсии, например, сателлитные какие-то очаги категории B3, например, АДХ или ФЦХ. То есть, те, которые пограничные образования, то есть еще не рак и не предрак, а те, которые имеют тенденцию к озлокочислению или сопровождают злокачественную опухоль. Тогда, конечно же, нам нужно брать больший объем и те участки, которые покажут нам максимальный размер патологии. Вот пример маммографии. Мы видим, конечно, у нас сейчас с вами, наверное, не видно всех на ваших мониторах кальсификатов, но они практически вот от соска, вот такой вот огромный участок. И какие микрокальсификаты здесь нам обследовать? Вот эти, эти или вот эти? То есть, нужно решить. Или вот здесь тоже внизу группа кальсификатов. Они все группированы, они распределены по различным квадратам. И нам нужно понять, что мы именно проводим. Таким образом, мы устанавливаем наш стереотаксис, подводим к кальсификатам и проводим изъятие 12 проб. Получаем вот такие вот образования и видим... Это, кстати, не совсем оптимальный снимок, потому что мы сейчас делаем по-другому. Мы делаем 12 специальных ячеек, помещаем их в такой барабан. И тогда мы четко можем понимать, в каких пробах и на сколько часов, особенно группа микрокальсификатов, находится при повторной пробе, возможно, даже будет важно. Если мы с вами видим данное образование, мы видим кальсификаты здесь, здесь, и здесь мы видим еще какое-то нарушение архитектуры, уплотнение. Что делать? Здесь, например, группа кальсификатов препекторально, сложный доступ. То есть, нам нужно решить всегда, что мы ожидаем, какой наш дальнейший шаг. То есть, вот эти все вещи мы должны помнить, поэтому еще раз возвращаюсь. Междисциплинарная работа, общение с вашими патологами, общение с хирургами, тумор-борд. Не забывайте об этом. Если этого нет, инициируйте сами. Вас будут ценить ваши коллеги, к вам будут обращаться пациенты. Это является на сегодняшний день оптимальным современным подходом к диагностике. Потому что, как я уже писал, один в поле невоин, не только в диагностике, но и в совместном лечении пациента. Находка должна быть четко визуализирована. Количественная позиция гарпунов, то есть, это предоперационная уже подготовка. Ими должны быть маркированы микрокальсификаты, канал входа гарпуна и так далее. То есть, гарпун должен лежать за находкой. Это уже предоперационная подготовка. Тоже является частью нашей работы. Хирурги это ценят, они четко понимают, где находится образование. Они понимают, что удалять. И после операции мы получаем тоже послеоперационный блок. Мы оцениваем, мы смотрим, есть ли там кальцификаты. Все маркировано. Латеральная, милиальная сторона. Наш гарпун. То есть, эти вещи тоже мы не забываем, оцениваем. И звоним нашим хирургам операционным. Говорим, что все окей, все удалено. Можете продолжать операцию. Сложный случай. Вы видите эту группу кальцификатов. Вы видите плотную железу. Вы видите, что здесь категория 5. Тут, я думаю, никто со мной спорить не будет. Какую часть этих кальцификатов нам необходимо удалять. Это все нужно обсуждать совместно и принимать решения совместно с нашими хирургами. Еще раз подчеркну, что нам необходимо. Современная техника. Важно обученные медсестры, начиная от правильной маммографии, заканчивая ассистированием при томосинтезе, ассистированием при биопсии. Экспертиза у врача в диагностической интервенционной синологии. Если вы не делаете биопсии, я знаю, что это проблема. Я знаю, что у нас это все разделено. Хирурги занимаются биопсией. Маммологи только оценивают снимки. В лучшем случае они еще делают допустимые УЗИ. С этим надо тоже каким-то образом бороться. Я не знаю, как. Может, у вас есть идеи. Но, конечно же, все должно быть в одних руках для оптимальной диагностики. Это на сегодня А и О, как говорят. Слажная работа. Межсистемнарная работа. Еще раз здесь тоже подчеркнуто, что всегда мы обсуждаем, мы коррелируем всегда маммографию с патологией, чтобы не ошибиться. Если мы делаем стереотаксис кальсификатов, и мы подразумеваем, что это категория 5, а патолог нам говорит, что здесь аденоз, но мы с этим не соглашаемся. Друзья, спасибо большое за внимание. Дальше у меня есть еще какие-то кейсы, но я их сейчас показывать не буду. Я думаю, что мы с вами просто можем подискутировать последние 10 минут. Я посмотрю, что у нас в чате. Боковой 90 градусов. Да, чисто боковой. Гистологические микрокальцинаты – это истинно кальций? Хороший вопрос. Истинно ли это кальций? Я думаю, что нам должны патологи ответить, или даже по иммуногистохимии, что это за образование. Но вообще это процессы, которые происходят при быстро растущей карциномах внутри протока, клетки погибают, и это является процесс жизнедеятельности опухоли. Что там конкретно гистологически, только ли кальций, я думаю, что нет. Я думаю, что там обызвестленные участки и оболочки, и клеток, и фосфат. Это нам должны, я думаю, скорее сказать, патологи. Ваше оборудование все холоджик? Нет, у нас холоджик для томосинтеза, а маммографы у нас сименс. И УЗИ тоже сименс. И МРТ у нас сименс. То есть как-то у нас, видите, но я очень хорошо отношусь к холоджику. Маммографы у них просто замечательные. Вот, если вы работаете на холоджике, супер. Вот. Так, чуть надо водички выпить, что-то я сегодня много говорил. Сергей, скажите, а вам всегда удается визуализировать иглу при УЗИ-навигированной биописии? Вот если плотный аденоз, плотная учинка, им всегда удается? Да, да. А как вы документируете? Вы просто в одном вебинаре обязательно документируете это все? Да, да. Сейчас про документацию тоже. Очень интересный вопрос. Значит, когда мы устанавливаем датчик и вставляем... То есть мы сначала что делаем при УЗИ-навигированной биопсии? Мы сначала измеряем образование в двух проекциях. Понятно, да? Далее. Смотрим лимфоузлы. Ничего нет. Все это документируем на УЗИ. Дальше я устанавливаю дачи. Я делаю локальную анестезию. В это время, пока все действует, надеваем перчатки. И далее я делаю маленький разрез кожи в участке, где мы сделали биопсию. И я не смотрю на монитор. Это очень важно. Я смотрю, когда вставляю иглу, ее вставляю параллельно датчику. И вот когда я делаю прокол, и у меня все... Тогда я уже смотрю, поднимаю глаза на монитор. И я должен чертить иглу вот таким образом. И потом я делаю перед фая, как перед биопсией первое. У меня такая педаль справа от аппарата. Я делаю первый снимок перед фая, потом я делаю снимок второй, когда игла в образовании. И в перпендикулярной проекции делаю третью. Все. Это документировано. Никаких претензий нет. Я беру 4 столбца из разных участков опухоли. Мы договорились с нашими патологами, что 4 им достаточно. И на этом мы заканчиваем. То есть мы делаем 5 минут. Если нет кровотечения, медсестра 5 минут давит на участок биопсии. Потом мы заклеиваем таким специальным пластырем. И даем женщине специальную памятку, что она может в течение трех дней делать, какие медикаменты можно принимать, какие нельзя. Да, конечно же, мы обязательно должны учесть, что женщина не должна принимать никаких кроворазжижающих. И до этого желательно, конечно, чтобы у нас было показание свертываемости крови. Но если их нет, то мы просто спрашиваем, принимаете ли вы какие-то медикаменты кроворазжижающие. Ну, кроме АСС это не страшно. То есть там Маркумар. Пожалуйста, а вы не могли бы в чатку скинуть вот эту вот памятку? Как же мы своим больным могли ее давать? А, только ее нужно будет вам перевести на немецкий или нам. Мы давайте ее переведем тогда и скинем в чат. Да, там действительно важная информация. То есть женщина, она уходит от нас. Мы ей говорим, конечно, но она потом может забыть. А тут очень удобно, четко, да. Поэтому мы обязательно ее переведем и скинем вам в чат. Это хорошая, хорошая, кстати, идея. Спасибо большое, да, это нужно. Да. А вот, а второй вопрос был... Я задала по тому, как вы документируете, но вы ответили на него. Вы уже сказали, что вы делаете три фотографии. У вас просто есть возможность ногой фотографировать. Да, да, да. Но, кстати, вот я сегодня ввел прием в другом центре в частном. Там нет такой возможности. И там есть... Ну, я биопсию сегодня не делал, но если мы там делаем биопсию, то стоит рядом медсестра, которая, она уже знает, когда документировать. Она просто так... Я говорю, да, раз, два и три. То есть как бы тоже возможно. Спасибо. А еще вопрос по лобулярным карциномам. На прошлом вебинаре я вам задавала, и вы сказали, что в следующий раз более подробно вы расскажете про них, как они на маммограмме выглядят, тактика, корреляция с УЗИ. Да, да, очень хороший вопрос. И в каких случаях я уже у меня вопрос сделал, МРТ нужно делать здесь. Да, да, мы всегда делаем при лобулярной карциноме. Это один из показаний для МРТ. Мы МРТ не так часто можем делать. Да, у нас есть три основных показания, когда мы делаем МРТ, ну, не считая плотной груди, хотя это, к сожалению, тоже не является пока показанием в Германии. Женщины должны сами это оплачивать, но я всегда говорю Геттингский оптипак. Я не знаю, слышали вы о нем или нет, но это профессор Фишер, который разработал его еще много лет назад. И это при плотной груди, плотность 3 или 4, делается МРТ молочной железы с контрастом раз в два года. И маммография в одной проекции тоже раз в два года. Мы таким образом чего добиваемся? Во-первых, маммография в одной проекции, она редуцирует лучевую нагрузку, и мы видим все микрокальцификаты. Фактически вторая проекция нам нужна только для ее более подробной локализации микрокальцификатов. Но одной проекцией мы можем четко исключить микрокальцификаты, а на МРТ мы в 99% знаем, что чувствительность метода высокая, и мы видим любые изменения. Если мы в правильную фазу цикла сделали МРТ, то есть плотность здесь таким образом нивелируется, и мы выявляем, карциномы начинают в 3 мм. И у профессора Фишера есть большое исследование, которое он показал количество интервальных карцином вместе с госпожой Куль из Ахина. Это тоже такая очень известная личность здесь. Она хотела МРТ, молочной железы, сделать как скрининговый метод у женщин с плотной грудью. Но, к сожалению, произошла коллизия со скрининговой программой Германии. Если интересно, как-нибудь расскажу, когда будет время, почему. Но ей даже уже выделили финансирование на эту программу, на пилотную программу, но тут политические игры начались, и, к сожалению, ей не дали. Но вот Гетинский оптипак, посмотрите, у меня в Инстаграме это четко расписано, но я еще раз говорю, раз в два года МРТ, молочной железы с контрастом и маммография в одной проекции. Это самый надежный метод ранней диагностики, особенно у женщин с плотной грудью. Что же, можно еще вопрос? А если была проведена аспирационная вакуум-биопсия, через сколько можно сделать МРТ, чтобы не было ложного положительного? Хороший вопрос. Я думаю, что не раньше, чем через полгода. Спасибо. Про лобулярную карциному расскажите. Ой. А, да, кстати. Я же начал про МРТ и лобулярная карцинома. Это, значит, один из показаний. Значит, да, три показания для проведения МРТ. Первое – это дифференциальная диагностика, рубец после операции или рецидив. Это мы можем официально писать прямо в направлении. И тут же какая система? В Германии больничная касса. То есть она обеспечивает 100% финансирование всей диагностики и лечения. Но есть методы, такие как ПЭТ-КТ, такие как МРТ молочной железы. Мы не говорим про МРТ других органов. МРТ молочной железы – это метод, который действительно такой специальный. Поэтому МРТ молочной железы мы проводим при лобулярной карциноме обязательно. То есть если мы на биопсии выявили лобулярную карциному, мы знаем, что она может быть как карта, она может давать амачаги, отдаленные от основного. И мы, по-моему, я не помню точно статистику, то ли в 14% случаев находим второй очаг, который мы ни на маммографии, ни на УЗИ не видим, поэтому это важно для хирургов. Лобулярная карцинома. Потом лимфоузел, если мы находим и ничего не видим. То есть это Куб-синдром. Это третье показание. То есть первое – дифференциальная диагностика рубец или рак. Второе – это лобулярная карцинома, предоперационная диагностика и лимфоузел. Я смотрю на Николая, он уже начинает жать на педальку, которая стоит у него там под этим. Поэтому, друзья, я не хочу тоже вас задерживать. Уже наш вебинар подошел к концу. Я благодарю вас за активное участие. Мы оставим обязательно его в записи. У кого будет желание, можете его посмотреть. И если больше вопросов нет, то мы обязательно пришлем в чат, не обещая, что это будет завтра, а на следующей неделе точно, памятку для пациентов после биопсии. Спасибо. Сергей, спасибо большое за доклад. Все пришлем, запись выложим. И до следующего вебинара, который у нас будет в среду. Напоминаю, разбор кейсов консенсуса. Поэтому кто еще? Кстати, конечно, конечно, консенсус. Да, пожалуйста, приступайте. Очень интересно. Это наш первый опыт будет. Поэтому мы очень-очень ждем среды, чтобы с вами продискутировать все-все интересные кейсы. Совершенно верно. Все. Всем спасибо и до связи. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok